Хиты «Руки вверх» отгремели в Хабаровске, а оказалось, что от диско-группы 90-х в восторге не только поколения тех лет. Наряду с 40-летними поклонниками «Платином арену» заполнила молодежь. Откуда у миллениалов такая любовь к песням «Руки вверх» выясняла Любовь Краснослободцева. Буквально через 10 минут начнется концерт Сергея Жукова. Ожидается, что в «Платином арене» будет полный аншлаг. Вот сейчас люди еще подходят, а между тем билеты на танцпол раскупили еще месяц назад. И вот что я заметила, среди любителей хитов группы «Руки вверх» не только поколение 30-40-летних. Группа «Руки вверх» прогремела в России в 95-м году. Впрочем, многие зрители, которые пришли в этот вечер на концерт, в середине 90-х еще даже не родились. Тем не менее, говорят, что под студента и Алешку прошло их детство и юность. С нашими родителями передалось. С нашими родителями когда-то свою молодость под эту музыку и по наследству нам передалось. Вот и все. Моей маме, ну, взять 40 лет, она вот тоже слушает «Руки вверх». Мне мама колыбельные пела. Ай-яй-яй, девчонка. Когда мы были молодыми, друг друга так ценили, мы и так любили. Ты младше на год, а мне 16. Группа «Руки вверх» в привычном составе давно уже не существует. На сцену выходит Сергей Жуков с подтанцовкой. Певец сразу дает понять. Сегодня будет вечер воспоминаний. Сегодня воспоминаний будет такое море, что каждый вспомнит какие-то самые важные мгновения своего детства. Вот серьезно. Сегодня первые школьные дискотеки. Выпускные. Все эти школьные вечера в 90-е не обходились без мега популярных песен группы «Руки вверх». А гимном армейской службы в то время моментально стала «Прошка моя». Слова все с нами! С самого начала поем вместе с вами! Новые песни у Сергея Жукова имеются, но пока они не стали мегахитами, которые доводят поклонниц до слез. Поэтому артист дает зрителю то, что они хотят и знают наизусть. Сергей Жуков много общался с публикой. Он попытался выяснить, сколько поклонников в зале уже родители. Оказалось, большинство. Сам артист рассказал, что у него четверо детей. Он примерный муж и отец. И очень скучает по своим в 20-дневном турне. Математику сделал, шапку одел, поел. Да, вот это же все постоянно происходит. Мы все время хотим быть хорошими родителями. Ну, правда ведь? Сергей Жуков исполнял свои хиты два часа, но с перерывом. Когда артисту потребовался отдых, на сцену вышли другие герои 90-х. Сейчас уже не столь популярны, как «Руки вверх». Перерыв заполняли отпетые мошенники. У Сергея Жукова есть стопроцентная уверенность, что в ближайшие годы количество его поклонников точно не уменьшится, а даже наоборот. Песни группы «Руки вверх» будут передаваться от родителей к детям. А значит, ледовые арены и футбольные стадионы так и будут заполняться до отказа. «Руки вверх» Любовь Краснослободцева, Александр Шумихин, телеканал «Губерния». Любовь Краснослобства, Александр Шумихин, телеканал «Губерния».